Древний герой Египетское представление о составе или аспектах или строении человека само по себе довольно-таки очень интересное и в то же время оно необычно и непривычно для нас. Древние египтяне считали, что человек состоит из множества составляющих. Я, конечно, здесь не буду все их рассматривать, потому что их больше, чем четыре. Я здесь перевел только четыре составляющие, которые являются основными. Это Ка – духовная сущность, это Ба – душевная сущность, это Иб – сердце и Джет – физическое тело. С правой стороны я привел иероглифы, которыми древние египтяне обозначали эти составляющие. К сожалению, древние египтяне не занимались классификацией и систематизацией своего религиозного учения. Поэтому точных определений этим составляющим мы не найдем в древнеегипетских текстах. Тем не менее, в текстах пирамид и в текстах книг мертвых встречается очень много упоминаний об этих составляющих. Исследуя тексты, где упоминаются эти составляющие, египтологи вывели определение этим составляющим. То есть они дали определенные значения, что они значат. Сейчас мы с вами рассмотрим более подробно значение двух составляющих. Это Ка и Ба. И немножко поверхностно пройдемся по Иб и Джет. Что из себя представляет составляющая человека Ка? В древнеегипетском религиозном представлении было множество богов. Я не буду сейчас рассматривать иерархию богов. Единственное, что я хочу заметить, что верховным богом, который замыслил этот мир, был бог Ра. Так вот, Ка является замысел или, можно сказать, идея бога Ра о каждом существе или предмете на земле. Бог Ра имел, ну, современным языком, можно сказать, имел проект. Проект конструкции или содержания каждого физического тела на земле. То есть, это и горы, это и камни, это все химические вещества, это и рыбный мир, и, скажем, животный мир, растительный мир. И даже человек, это все, и на каждого вот этот объект, на каждую рыбу, на каждый камень, на каждого человека, на каждое дерево, есть свой проект, свой замысел, своя идея, который замыслил бог Ра. Я это изобразил графически с левой стороны. Замыслы и идеи бога Ра. В религиозном понимании Древнего Египта был также такой бог, как Хну. Бог Хну – это тот бог, который реализовывал замысли бога Ра, классно проекту бога Ра, создавал тела человека, тела рыб, создавал, вот, скажем, деревья, горы. Так вот, каждый такой проект о каком-то дереве, или замысел, или идея бога Ра, о каком-то животном, о рыбе или о человеке, называлось Ка. У каждого существа или предмета есть свой Ка, есть свой проект, есть свои идеи, есть свой замысел, и по которому бог Хну в точности создает это в материи, в физическом мире. Здесь мы с вами видим копию монумента из поминального храма Аминхотепа III. В оригинале на этом монументе есть подписи «Дитя Хэтш Суд» и «Ка Хэтш Суд». Что это значит? Это значит, что бог Хну, он здесь изображен с головой Брана, создает вот этого вот дитя, младенца, в утробе его матери, при зачатии, «Дитя Хэтш Суд» по образцу или проекту бога Ра, то есть по его Ка, по Ка Хэтш Суд. Таким образом, у каждого человека был свой Ка. Итак, Ка, являясь идеей или замыслом бога Ра, содержал в себе образец физических данных человека, по которым бог Хну создавал дитя в утробе матери. Но также Ка содержал в себе и образец морали, нравственности, праведного отношения к людям, праведной жизни. Физические данные, так сказать, не зависели от самого человека, потому что их создавал бог Хну по образцу Ка. А вот в отношении образца морали, нравственности, праведного отношения к людям, здесь немножко другая картина. Здесь человек уже должен сам, самостоятельно, стремиться достигнуть соответствия своему Ка с позиции моральной нравственности. В течение всей своей жизни человек должен был работать над своим характером, над своими мыслями, над своим поведением, чтобы достигнуть соответствия своему Ка. Если он достигал этого соответствия, то после своей смерти он имел в себе оправдание. Если же нет, он имел наказание. Но Ка – это не только еще идея или замысел, или образец. Ка – это еще и личность, духовная личность, которая помогает человеку, чтобы он достигал соответствия со своим Ка. Поэтому древние египтяне практиковали молитвы к своему Ка, прося его о помощи и защите, и приносили ему приношения в виде еды и питья. Когда Бог Хном создавал тело младенца по образцу Ка в утробе его матери, то тело оживало тогда, когда между этим телом и Ка образовывалась связь. И как только образовывалась связь, то появлялась или рождалась составляющая человека такая как Ба. О ней мы поговорим с вами чуть позже. С физической смертью между телом и Ка нарушалась эта связь, и тогда личность человека уходила к своему Ка. И если человек в своей жизни достигал соответствия своему Ка с позиции морали и нравственности, то он, вошедший на небо, отожеслялся со своим Ка, становился с ним одно. Если же не соответствовало, то его ждало наказание. Ка изображалось в виде воздетых вверх двух рук. И как мы видим, этот знак стоит над статуей фараона Хора, символизируя, что это статуя фараона Хора, его Ка. В Древнем Египте ходила поговорка «как две руки». Это выражение соответствует русскому выражению «как две капли воды». То есть человек и его Ка похожи как две руки или как две капли воды. Поэтому Ка имела такое вот графическое изображение в виде двух рук. Древние египтяне изображали Ба в виде птицы с человеческой головой. Здесь мы с вами видим два изображения, на которых изображена Ба. На первом изображении изображена царица Нефертари, а сзади нее ее Ба. Обратите внимание на очень интересный момент, что лицо Ба похоже на лицо царицы. Точно так же и на втором изображении, посмотрите, из папируса Ани. Там изображен сам Ани, писец Ани. И сзади его, его Ба. И у них тоже лица одинаковые. Я подготовил эту схему, и мы на ней сейчас посмотрим, как действует и проявляет себя Ба. Ба является божественной силой жизни, которая наполняет человека в момент создания его в утробе матери. Получая Ба, то есть получая силу жизни от богов, человек может, используя эту силу, размышлять, желать или выбирать, проявлять свои эмоции, совершать какие-то поступки, реализовать себя в этом мире, в физическом мире. А после смерти реализовать себя и в духовном мире также. Здесь есть такой очень интересный момент у древних египтян. Ба, являясь божественной силой жизни, в то же время является еще и личностью, с которой человек может вести диалог, и который может приносить приношения. Ба сопровождала человека не только во время его жизни на земле, но также и после смерти, до суда над ним. Если человек получал оправдание на суде, то Ба способствовало тому, что человек получал воскресенье и мог жить уже в духовном мире. Если Ба — это была божественная сила жизни, Ака мы с вами раньше рассмотрели, это была идея или проект Бога Ра о человеке, то где же находился сам человек? Где же находилась его личность? По представлениям древних египтян, личность человека находилась в сердце. Древние египтяне считали, что физическое сердце человека не только перекачивает кровь, но также является местом, где находится память, разум, где проявляются эмоции, где зарождаются решения человека. Таким образом, сердце являлось вместилищем личности человека. На древнеегипетском языке сердце звучало как Иб, и древние египтяне изображали сердце в виде кувшина. После физической смерти сердце человека попадало на суд Осириса, взвешивалось на весах правды. Под словом сердца следует понимать личность человека. Чтобы проверить, насколько праведно жил человек, сердце человека, которое олицетворяло личность человека, клали на одну чашу весов, а на другую чашу весов ставили богиню Моауат, которая олицетворяла истинную справедливость. Моауат часто изображалась Траусиным пером, иерографический знак ее имени. На этом суде умерший произносил свою оправдательную речь, клялся, что не совершил ни одного из 42 грехов, которые считались тяжкими в Египте. Эту речь свою он обращал к судьям. Мы с вами видим вверху здесь 42 бога, которые исполняли роль судей на этом судебном заседании. После того, как человек произносил оправдательную речь, происходило взвешивание сердца на весах правды, справедливости, и 42 бога выносили свой вердикт, его оправдывали, и таким образом человек получал возможность воскресения и жить вечно. Если же судьи выносили обвинительный приговор человеку, признавали его виновным во многих грехах, то тогда чудовище Амаат, а здесь оно представлено в виде вот этого вот животного с головой крокодила, туловищем леопарда и конечной частью Иппопотама. Тогда вот Амаат, оно съедало сердце человека, таким образом личность человека уничтожалась, он прекращал свое существование. Бог тот на суде исполняет роль писца. Бог Анибус совершает процесс взвешивания на весах богини Маат, на весах справедливости и правды. Это Ба человека. Оно также присутствует на суде Осириса, божественная сила жизни. В случае оправдания через Ба человек получает жизнь вечную, воскресенье. Несмотря на то, что древние египтяне уделяли большое внимание Ка и Ба человеку, все же главное внимание уделялось телу человека после его смерти. По египетским представлениям человек без тела существовать не может. В теле реализуется замысел Божий о человеке, то есть его Ка. Тело — это то, где действует божественная сила жизни, Ба. Тело — это также то, что объединяет человека со всем миром и физическим, и духовным. Поэтому для того, чтобы человек мог жить вечно, необходимо тело, физическое тело. Для древних египтян было очень важно сохранить тело умершего. Без сохранности физического тела после смерти невозможно было в воскресенье. А если невозможно воскресенье, то невозможно и жизнь вечная. Мумификация превращала тленное человеческое тело в нетленное и неизменное тело и обозначалась термином «джет». Итак, мы видим, что согласно древнеегипетского представления человек имеет составляющие такие как Ба, Ка. И интересно то, что эти составляющие являются личностями, духовными личностями, с которыми личность человека может вести какой-то диалог и обращаться, молиться, поклоняться и получать от них помощь. Такое представление очень сильно отличается от представления в нашем современном христианском окружении. Очень сложно сопоставить Ка и Ба с Духом и Душой человека. Есть очень довольно-таки существенные различия, хотя есть и некоторые схожие элементы. Но об этом мы поговорим в дальнейших видео. Еще такой очень интересный и важный момент это физическое тело человека. Для древних египтян сохранность тела человека была очень важна, потому что физическое тело необходимо было для дальнейшего вечного существования. Под воздействием своих религиозных представлений древние египтяне затрачивали очень много материальных средств на то, чтобы мумифицировать тела, построить гробницы своим родственникам, умершим. только представьте, что это длилось на протяжении практически двух тысяч лет, то есть около двух тысяч лет существовал Древний Египет со своим мировоззрением религиозным. И после того, как прекратила свое существование древнеегипетская религия, мы вдруг видим с вами, что все их представления не соответствовали истинной. вся эта мумификация, все эти их силы на мумификацию, которые они затрачивали, все их средства, все их стремления, желания, они вдруг оказались четными, пустыми, потому что это не является истиной. Да, есть над чем задуматься, и можно сделать определенный вывод, что большая часть человечества может находиться в заблуждении, и жить в этом заблуждении не одну тысячу лет. Но, с другой стороны, в древнеегипетском представлении о строении человека есть, конечно, интересные моменты, которые стоит обдумать, и, на мой взгляд, некоторые из этих моментов, они выглядят очень убедительно и даже правдоподобно. На этом я заканчиваю свой обзор. Если вы имеете какое-то свое мнение или дополнение, можете это все выразить и написать в комментариях под видео. ПОДПИСЫВАЮЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ